Приветствую вас! Сразу хотелось бы отметить, что про зависимость как таковую я, наверное, говорить не буду, потому что это нужно выяснять более подробно. То, что у вас слёзы, то, что вы не спите ночами и так далее. Это не обязательно означает зависимость. То есть, конечно, может быть, может быть, но я предпочитаю выводов пока таких серьёзных выводов, да, я предпочитаю не делать. Потому что повесить ярлык на человека, то бишь на вас, достаточно легко, а мне этого делать никак не хотелось бы. Вот. Значит, что касается ситуации в целом. Вот как это видится мне? Как это видится мне, что у вас просто рядные взглядные отношения? То есть, действие очень просто. Вы хотите, чтобы мужчина для вас был защитником, как вы сами говорите, да, то есть, вы считаете, что мужчина должен быть защитником и добытчиком. Вот. А он, соответственно, считает, что женщина должна быть наравне. Вот. И к этому, собственно, его отчасти склоняет его брат, да, который показывает ему, ну, ту модель поведения, которое, вероятно, устраивает вашего мужчину. Вот. Поэтому здесь, на самом деле, с одной стороны, всё довольно просто, с другой стороны, сложность может возрасти, если вы не готовы признать, что, допустим, мужчина, ну, например, имеет право, да, хотеть такого, ну, хотеть такого типа отношений, да, мужчина имеет право хотеть такого типа отношений. И вы тоже имеете право, да, считать, что мужчина должен быть защитником и добытчиком, и что вы не будете работать наравне с ним. То есть, как только вы позволите ему считать так, как хочет он, да, поскольку вы позволите ему иметь вот эту вот свою, скажем так, позицию, а себе позволите иметь свою позицию, да, и как только вы спросите себя, готова ли я признать, что мужчина, он, как бы, не изменится, да, то он, вот, скорее всего, будет так, ну, он, скорее всего, будет таким вот, он такой. Его не поменять, не переделать, вот, как только вы спросите себя, готова ли я принять тот факт, что человек имеет такое мнение насчет, насчет организации заметной семейной жизни, да, что он за сообщество, например, что он за общий бюджет, да, вот, что он за равенство в отношениях и так далее. Как только вы спросите себя, готовы ли вы это признать, готовы ли это принять, точнее, я полагаю, что ситуация моментально станет ясной. И вы, если честно, производите впечатление человека, который уже все понял, то есть, ну, вы производите впечатление достаточно умного и, как бы, вдумчивого человека. Я думаю, что вы уже сами все поняли, я думаю, что вы уже поняли, что вы друг другу, скорее всего, не подходите, то есть, вы поняли, что вы не готовы принять его позицию, вы поняли, что мужчина не готов принять вашу позицию, вы это уже поняли, просто сейчас, вот, на данный момент, вы, как бы, сохраняете вот эту вот иллюзию, ну, на мой взгляд, вот, вы сохраняете сейчас иллюзию, да, иллюзию отношений, просто потому, что вам не хочется опять оставаться одной. То есть, подумайте, чувство ненаговоренности, да, это ваше чувство, чувство ненаговоренности, это то, что чувствуете вы, это ваше ощущение, вам неприятно, вы плачете, у вас слезы, вы не спите, вот. То есть, для мужчины, для него все понятно, для него все предельно ясно, он знает, чего хочет, он вам об этом говорит, вы не готовы это ему дать, вот. То есть, вам не нужно задавать какие-то вопросы ему, вам не нужно спрашивать у него ничего, вам нужно, по сути, вам нужно просто разобраться в себе, чего хотите вы, да, и все, по большому счету. Смотрите, значит, встречаемся с парнем, чуть больше года, ему 30, я немного старше, детей нет, он живет с мамой и бабочкой, его так устраивает, и это его выбор. Сначала, когда отношения развивались, он планировал жить вместе, но мои разговоры о моем негативном отношении к сожительству был неудачный опыт, скорее всего, отбили желание к этому. Опять, я мог бы спросить у вас, вот, по поводу того, почему вы против того, что будет вместе, да, и как ваш негативный опыт сожительства относится, собственно говоря, к этому мужчине, вот, конкретно к этому мужчине. Вот, то есть, почему вы переносите вот этот опыт, негативный опыт, ну, совместного проживания, да, с другим мужчиной, почему вы переносите этот опыт на вашего, ну, тягующего настоящего мужчину, вот, то есть, с чем это связано, собственно говоря. А я бы мог вас спросить, насколько, то есть, насколько вы относитесь к мужчине, да, своему, скажем так, искренне, насколько вы не к нему относитесь, то есть, почему вы не готовы принимать его, скажем так, ну, его позицию такую, да, то есть, ну, вот он захотел, да, он хотел с вами жить вместе. Почему вы не приняли его видение, да, то есть, вы чего-то боялись, вы чего-то опасались, вы, у вас, ну, скажем так, так, незавершенный, незавершена ситуация, вот, предыдущая, да, с мужчиной вашим, с которым вы были в отношениях, что это самое будущее. То есть, на самом деле, это ваш выбор, это ваш выбор, вы так решили, это исключительно ваше право, вот, то есть, вы, вы считаете, вот, понимаете, по-видимому, что мужчины должны сразу сделать предложение. И кто-то из мужчин, да, то есть, какой-то мужчина это сделает, обязательно сделает, но не ваш. Вот и все. И это, на самом деле, довольно-таки так звучит, я бы сказал, ну, скверно, это скверно звучит, на самом деле, когда вы говорите, что это отбило у него желание, то есть, мои разговоры о сожительстве, о сожительстве, да, ну, о нежелании, нежелательном, о нежелании сожительства отбили всю охоту. Вот это очень скверно, на самом деле, это звучит, там, получается, что мужчина в себе не уверен. И вам, опять же, нужно себя спросить, так, а я, вот, я готова к тому, что мой мужчина будет, вот, таким, неуверенным в себе. Вот. То есть, я готова к этому. Ведь это будет всегда. Так. Вот, это будет всегда. Такое отношение к вам, оно будет всегда. Да. Он не изменит. Если не готова, то тут уже вопрос, что делать дальше. Вот. Дальше. Так. Еще я говорил с ним о том, что взрослым недавний день с родителями, не про него конкретно, а вообще сама я жилю с ним, а он говорит, что ему так удобно. Раньше с ним жил еще его брат, и они делили расходы пополам. Сейчас его брат живет с девочкой, отдельно проводит с ними время чаще, чаще, чем со мной. Ну, то есть, вот здесь у вас есть намек на стракт одиночества. Вот. То есть, типа, есть, как бы, ну, сравнение, да, и сравнение, что вот он проводит с ними больше времени, а со мной он проводит времени меньше. Вот. То есть, тут вот есть, как будто, сказать, такая борьба. Вот. Если это так, то тут на самом деле вам нужно сначала работать именно со своим страком одиночества, со своим страком одиночества, потому что пока, если вы действительно боитесь одиночества, то вам отношение будет строить достаточно тяжело в любом случае, там, потому что, ну, потому что вы всегда будете излишне заинтересованы в отношениях, это будет вам, ну, это будет вам только мешать, к сожалению. Вот. Ну, именно мешать будет выстраивать отношения. Вот. Дальше, вы смотрите, как бы, навязываете ему свою позицию. Да, то есть, вы навязываете ему свою позицию, и говорите, что взрослые должны жить отдельно. А, понимаете, может быть, взрослые должны жить отдельно, но это родительская позиция. Вот это позиция родителей. Ту, которую вы сейчас занимаетесь по отношению к нему, это родительская позиция, она ему не нравится. Вот. И он ведёт себя с вами, поэтому, как ребёнок, по сути. То есть, он ведёт себя с вами именно так, как вёл бы ребёнок, если, ну, скажем так, со строгой мамой. Вот он себя с вами так, по сути, и ведёт. Потому что он ведёт себя с вами так, как вот вёл бы ребёнок со строгой мамой. И вы здесь для него именно строгая мама. Вот. А, значит, ну, к сожалению. К сожалению. Вот. И тут ещё вопрос к вам, да. Как вы выстраиваете отношения с, вот, собственно, мужчинами, да. То есть, насколько вы это делаете гармонично, насколько вы это делаете равноправно. Потому что мне, вот, например, не показалось, что вы выстраиваете отношения, опять же, равноправно, да. То есть, с одной стороны, вроде бы вы говорите, что вот я хочу-хочу, чтобы мужчина был добытчик и защитник, а с другой стороны, вы ведёте себя, ну, вот, такое впечатление, да, что вы ведёте себя как родитель. То есть, здесь вот тоже. А мужчина, мужчина, он ведёт себя как ребёнок. То есть, ему гораздо, вот, ну, вот, на данный момент ему гораздо комфортнее, вот, именно в состоянии ребёнка, в состоянии такого, ну, состоянии неполной ответственности, ему в этом состоянии комфортнее. И надо сказать, что, на мой взгляд, вы совершенно не случайно выбрали себе партнёра такого мужчину, потому что совершенно очевидно, что есть у вас некоторая проблема с безопасностью, то есть, совершенно очевидно, что, ну, вот, совсем в безопасности вы себя не чувствуете, ну, с ним, без него, то есть, тут особо, как бы, это не важно, вот, и вы пытаетесь контролировать. Все ваши, все ваши переживания, это из-за того, что вы пытаетесь мужчину, мужчину контролировать. Вот. Вы пытаетесь его направить. Направить, направить в нужное русло, ну, для вас. То есть, в то русло, которое вы считаете нужным. При этом вы игнорируете, к сожалению, то, что хочет сам мужчина, ну, вот, и это вот как-то его напрягает. То есть, ему это не нравится. Вот. И именно поэтому он от вас отдаляется, соответственно. Дальше. Так. Значит, так. Ставить в примерах пару, у них общий бюджет, они зарабатывают и вкладывают семью. Намекаясь, что это вам будет дать от меня, когда я прощу вот это мне купить в последнее время. А. Намекаясь, что это вам будет дать от меня, когда я прощу вот это мне купить в последнее время, он говорит, что давайте их унипотен. Так, у вас есть какая-то проблема с образованием предложений. Значит, он ставит в пример их пару, что у них общий бюджет, она зарабатывает и вкладывает семью. Намекаясь, что он будет дать от меня. Вы как вот сами-то считаете, он, ну, как бы, он ожидает справедливо или нет этого? То есть, вы ему дадите того, что он хочет или нет? Глючевой момент. А, так, значит, он говорит, что два их не потянет, ну, то есть, как бы, он намекает вам, что он не хочет в вас вкладываться, да, он боится, что вот эти вот, когда вы просите что-то купить, да, его, он намекает вам, что это, ну, не совсем нормально, что его это пугает, что его отталкивает. Ну вот, он говорит в том, что ему хочется, чтобы всё было по-другому, да, чтобы, ну, может быть, чтобы вы ему тоже покупали что-то. Кстати, а вы ему, вы ему покупаете, а, сам это, ну, вот, а то, как-то вот здесь, на мой взгляд, ну, не очень, ага, понятно. То есть, ну, то, вот вы, то, то вы у него, а, что-то просите, да? Ага, хорошо, а он у вас, как отстает дело с обратной стороной, вопрос? Так, дальше, для меня не так важно, сколько он на меня тратит, сколько готовит это сделать. Это противоречит тому, что вы пишете в конце, что вы видите в мужчине добытчика и защитника. В последнее время его отношение ухудшилось. Встречается один-два раза в неделю, эти встречи проходят не очень, то он в плохом настроении, это может в кино помогать маме, часто в своем телефоне и даже может сорваться на меня, повысить голос, возмущаться по мелким металлым вопросам, когда я у него в гостях. Ну, по сути, по сути, здесь на самом деле робот человека, да, то есть он, он, возможно, понял уже, что с вами отношения не получится, он пытается вас от себя отдалить, то есть он даже, может быть, этого не осознаёт сам, может быть, он сам даже этого не осознаёт, сам этого не понимает, но он пытается уже от вас защититься, потому что всё, он чувствует, что вы не дадите ему того, чего хочет он. Вот, я вас сейчас не обвиняю, да, я не хочу сказать, что вы, там, должны ему давать то, что он хочет, вот, нет, не должны, но я просто говорю о том, что происходит, что ваше отношение хочется именно потому, что он понял, что вы не готовы дать ему то, что, ну, нужно ему, вот, к сожалению, для него, вот, поэтому он, соответственно, и защищается. Дальше. Так. Иногда остаюсь у него, но только если ему удобно, это и его семье. А это вы к чему написали? Звонить не взялся только с каждым, только с каждым, каждый день. Это началось, когда его брат начал жить отдельно, я пытался с ним поговорить в 8 причин, что такого отношения, сначала у него была депрессия, потом он был уставший, мы можем неделю не видеться, а при свете, иногда он ведет себя отстаненно. Если надо помочь, он помогает, поможет мне быстро убегать, делается на дело. Ну, очевидно, что с братом у них близкие отношения, очевидно, что брат для него имеет большое значение, и очевидно, что, возможно, с братом он чувствует себя увереннее, вот, и возможно, у него есть ощущение, что брат понимает его лучше, чем вы, а с вами он чувствует, что должен быть с кем-то другим. То есть он знает, что вы от него ждете, он знает, что вы от него хотите, а поскольку удача он вам этого, ну, либо не может, либо не хочет, вот, то, соответственно, ему с вами из-за этого неловко, потому что он чувствует себя, ну, вот знаете, как, чувствует себя, ну, может чувствовать себя негативно. Вот, по этой причине, скажем так, по этой вот самой причине, причине. Вот, так что тут вот такая неловкость его объясняется именно этим. Дальше, а, так, я пытался не поговорить, выяснить причину такого отношения, но, опять же, а, как именно вы пытались поговорить, нужно выяснять, потому что нужно учитывать интересные мужчины, да, то есть если вы хотите, можно ваше поведение подкорректировать и ваше желание тоже можно удовлетворять самостоятельно. Для этого вам нужно меняться, просто готовы ли вы это делать. Так, значит, в последнее время редко встречают тепло и в хорошем настроении, а вам это нужно? То есть вы знаете, у меня такое ощущение, да, что вы чего-то ждете от отношений с ним, а вы чего-то ждете. То есть вы чего-то прям ждете, прям хотите чего-то. А если вы чего-то ждете, если вы чего-то хотите, то я рекомендую вам, ну, скажем так, пересмотреть немножко свое поведение, потому что нельзя, нельзя чего-то хотеть, нельзя хотеть чего-то от человека. Вы можете делать что-то для него, но ожидания, ожидания приведут вас только лишь к негативу, к разочарованию, немножко такой какой-то боли, вот, и, собственно, к фрустрации. То есть вот то, что вы чувствуете сейчас, да, это можно назвать фрустрацией, что вы фрустрируете, вот, и, соответственно, это все потому, что вы не удовлетворены, это ваши желания не удовлетворены, не удовлетворены. Вот, а это, соответственно, в данном случае поражает негатив. Только. То есть, грубо говоря, мужчины не будут встречать вас тепло и в хорошем настроении, да, то есть это вы, вы стремитесь делать его счастливым, а не он вам. Ну, я говорю с фрустрацией точки зрения. И с точки зрения устраивания здоровых отношений. Отношений. Еще такой момент ни разу не говорил о любви, о своем отношении ко мне, хотя забудьте беспокоиться за меня, интересуется своей жизнью. И что, вот что для вас это значит? Какие чувства вызывают? Какие желания с этим связаны? Ваши? Подумайте. Это очень важный момент, кстати. Есть много хороших моментов в отношениях, но эта ситуация в футборстве не дает покою. Она портится и для вас, и не дает покою вам. Вопрос в том, в чем именно. Я не могу спокойно заняться и работать своими делами, часто стал взрываться, не могу заразнять слезы, и при нем это мучит меня. Не всегда это какая-то недоговоренность, не сплю по ночам в последнее время, только с друзьями чувствую себя немного лучше. Но это напоминает навязчивые места. То есть, как будет, у вас может быть не навязчивость. То есть, вот прям, вы чего-то хотите, у вас только один способ это получить среду мучхину, и на другие способы есть запрет. То есть, например, допустим, да, ну грубо говоря, вы получили такую, скажем, ну быстро будет установка, да, вы получили такую установку, что счастливый, допустим, вы можете стать только, если будете с мужчиной, если будете замуж с мужчиной только. Во всех остальных случаях нет, во всех остальных случаях вы счастливой не будете никак. Вот, соответственно, счастливый стать вы хотите, вот, что, в принципе, закономерно, да, это логично, что вы хотите стать счастливой, вот. Но для вас счастье это только, вот, только с мужчиной и только в семье, возможно. Я, то есть, ну, я здесь, я здесь, я здесь не утверждаю, да, наверняка, ну, вот, как вариант, да, вот, как вариант. И всё, и, соответственно, если вы в своём желании зависите только от, эм, ну, только от, эм, другого человека, да, то вот вам навязчиво быть, потому что ваше счастье зависит, по сути, от него. Поэтому вам так же тяжело, и поэтому вы плачете, и поэтому вся эта история возникает. А мужчине при этом нормально. То есть вы более заинтересованы в отношениях, чем он. И здесь нужно либо, либо уравновесить заинтересованность, то есть вам стать менее заинтересованным в отношениях, либо вам нужно найти другого партнёра, который будет так же заинтересован, либо это нужно мотивировать мужчину, вот. На то, чтобы он уже что-то, что-то делал для вас. Допустим, допустим, ну, допустим. Допустим. Вот. Примерно так. Примерно так. Ну, примерно. Примерно так. Дальше, эм, так. Значит, только с друзьями чувствую себя лучше. Ну, мне кажется, что здесь вам откровенно не хватает внимания. То есть я, конечно, не знаю, как обстоят дела до конца, да, но мне почему-то кажется, что вы нуждаетесь во внимание мужчины, вы нуждаетесь в его внимание прямо очень сильно. мне почему-то, ну, почему-то мне так вот кажется. И именно поэтому вы себя чувствуете лучше с друзьями, потому что они вам дают это самое внимание, а другие люди вам, ну, то есть, а без внимания вам тяжело. И здесь, конечно, очень важно, чтобы вы отделяли свои потребности, да, вот именно свои потребности, от отношений с человеком. То есть, отношения с человеком, это направленность на него. А вы пытаетесь сделать что-то для себя. То есть через этого человека вы пытаетесь получить что-то для себя. и поэтому тут возникает такая вот незастыковка. Именно из-за этого, именно по этой причине. Разница в направленности. У мужчины есть чёткое понимание того, что он вам может дать, что он вам хочет дать, что у него есть вам дать, а что нет. А у вас такого чёткого понимания нет. Понимаете? Такая история. И поэтому вам болезненно. Так. Потому что он удовлетворил, но он открывает вас просто как девушку, а вы открываете его как что-то более ценное для себя. В контексте именно своих желаний. Ну так, тут история в том, что это не совсем нормально. Если нормально, то есть это вам это вредит. Вас это делает просто менее самостоятельно в отношениях. Вот. Вы можете это либо поменять, да, либо найти человека, который, который разделит с вами вот подобное представление об отношениях. Вот. И вариантов, больше вариантов здесь, по сути, нет. К сожалению. Вот. Потому что я ещё раз повторил, машина, он изменится вряд ли. Дальше. Так. Ещё он скоро собирается почитаться со своим братом и его девушкой. Мне он тоже предлагал, но он сказал, что двоих не паденет. Намёк, что он мне на него тоже вложится. И я отказался. Почему? Вот я слишком многого издал от отношений. Не многого, но вы ждали определённых вещей. И это не тот человек, который вам это может дать. Хотел ждать со мной знакомиться с другими парнями, а я им отказываю. Почему? Что предпринять, чтобы избавиться от ответственности в отношениях и в жизни. Про жизнь, кстати, вы ничего не сказали. Но избавиться от ответственности – это взять личную ответственность за то, что вы хотите. То есть определить свои желания и взять за них личную ответственность. А не ждать, пока другие это реализуют и исполняют вам их. Какие вопросы ему задать, чтобы всё-таки на себя решить? Эээ, нет. Ему никаких вопросов задавать не надо, чтобы что-то для себя решить. вам себе нужно задать вопросы, чтобы за себя что-то решить. А какие вопросы? Я, в принципе, уже сказал. Может быть, это зависимость, мне надо с этим поработать. Может быть, это зависимость, может быть, вам надо с этим поработать, не знаю. Нужно с вами пообщаться, чтобы это понять. Вот. Я думаю, что если зависимость, то сами вы не справитесь. Ну, опять же, зависимость, это, смотрите, с одной стороны, да, отсутствие личных границ, то есть стремление полностью раствориться в человеке. С другой стороны, это, ну, определенные потребности, то есть определенные желания. Вот. У вас, у вас, у вас есть определенные потребности, и у вас есть определенные желания, которые вы пытаетесь реализовать за счет, ну, за счет мужчины. Вот. И если вы хотите от зависимости избавиться, то вам нужно, собственно говоря, определить все желания и смертельно их реализовать. Вот. Возможно, есть какие-то страхи, страх одиночества, вот это и т.п. А в таком случае работать нужно все за страхами. Работать нужно все за страхами. Все страхи родом из детства. Вот. Все страхи родом из детства. Поэтому работать нужно именно с ними. Ну, да, если это именно страхи какие-то. Вот. А неопределенность, так, ну, это страх, это, вот, вы боитесь неопределенности, но, опять же, нужно понимать, да, что все живут в неопределенности, что это нормально, это нормально чувствовать неопределенность, что это, как бы, ничего необычного. В неопределенности ничего необычного нет. Вот. Вопрос в том, что вы хотите, чтобы все было определенно, то есть, чтобы все было понятно. А это может быть связано только с тем, что вы не гибкий в принятии решений, то есть, вы не гибкий в плане построения отношений, в плане принятия решений, вот, стремитесь к регламентированности и определенности. Это хорошо. И поэтому, вот, вы себе и мужчину такого нашли, от которого, с одной стороны, вы ждете защиты, а, с другой стороны, вы, возможно, сфиниваете мужчину, мужчину тоже не хотите, потому что эти мужчины нельзя будут управлять. И вы не будете чувствовать себя в безопасности. Опять же. Вот. Поэтому тут нужно определиться, где вы настоящая, когда вы хотите управлять мужчиной, или когда вы хотите все-таки, ну, чтобы он вас защищал. Потому что у того и... у той и у другой модели поведения есть свои особенности, но самое главное, есть своя цена. и свои последствия. Вот. И вам было бы очень неплохо вот эти последствия, да, иметь в виду. Так вам неплохо было бы их учитывать, эти последствия. Вот. Дальше. Можно думать, что я хочу жить за его счет и сидеть на шее только. Да, он так и думает. А я вижу мужчине, добытчика и защитника, и не буду наравне с мужчином работать. Окей, да найдите того, кто это приемлет. Но я работаю, ээээ, вполне самостоятельно. А как это относится к вашему предыдущему предложению? Могу себя прокормить? А как это относится к предыдущему вашему предложению? Хотя у меня работа в хобби пока невысокооплачиваемая. И как это относится опять же вот к вашему предложению, что я вижу в мышине добытчика и защитника, и не буду наравне с мужчином работать. Это ваша позиция или что? Непонятно. Еще до встречи с ним я хотел ехать в другой город и сейчас снова послушать эти мысли. Знаете, эээ, вот такое ощущение, да, что мужчина, он, эээ, для вас что-то типа средство. То есть вы хотели ехать в другой город. И остались, получается, вы ради него. Но так нельзя. Если вы хотели уехать в город, езжайте. Езжайте. Зачем? Почему вы наступаете на свои желания? А может быть вы не хотели уезжать в другой город? Может быть вы хотели, эээ, там, допустим, просто сбежать от проблем, от себя? Или, может быть, хотели в другом городе найти мужчину? Я не могу сказать, что вы любите этого человека. Потому что вы видите, как только он, ээ, как только вы увидели, что он не дает вам того, что вы хотите, вы тут же, эээ, смотрите в другую сторону. Это не любовь. То есть, как бы, вы не готовы его принять. А если бы вы, опять же, любили его, да, то если бы любовь была, скажем так, эээ, ну, чистой, чистой. Вот. Что вы бы тогда уехали, уехали бы. Понимаете? Если вы хотите оставаться с ним, допустим. Ну, потому что любите его, и видите, как делаете, и делаете его, эээ, ну, видите, как, видите, как делаете его, эээ, счастливым. Что, опять же, эээ, если такая история, то, вам нужно принять его, и всё. И, по сути, эээ, приняв его таким, как он нет, вы просто остаетесь и делаете его счастливым, эээ, не ожидая. От него, да, ничего, взамен, взамен. А так, получается, что мужчина, для вас, опять же, имеет повышенное значение, повышенное, эээ, повышенное значение, чем вы для него. Вот. То есть вы из него какие-то свои планы, там, меняете. Вот. И непонятно, то ли вам планы так не важны, не важны, то ли мужчина не так важна. Вот и определите своими приоритетами. А дальше будет видно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, эээ, вопросы, пишите. Эээ, в личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.